С затопленным подвалом и без горячей воды в квартирах. В таких условиях на протяжении последних пяти дней вынуждены жить жильцы дома номер 7 по улице Ржевская в Пролетарском районе Твери. Со своей бедой горожане, по сути, остались один на один. Прежняя управляющая компания банкротилась, а новая не появилась. Не зная, куда обращаться, за помощью в отчаяние жители вызвали полицию. Следом приехали сотрудники МЧС. С места события со всеми подробностями наш корреспондент. Жильцы дома номер 7 по улице Ржевская вот уже почти неделю не могут добиться простого, казалось бы, житейского блага – горячей воды. Она исчезла из их кранов около пяти дней назад, когда на коммунальных сетях возле их трехэтажки произошло повреждение. На место прибыли аварийные службы, которые раскопали участок возле одного из подъездов. Раскапывали городские службы. Я так не понял, водоканал или теплоканал раскапывали. Они заменили здесь кусок трубы тепловой, задвижки заменили, которые, наверное, еще с 30-х годов стоят. У нас неменины. И сказали, что эта работа заканчивается ровно на том, что они сделали. Остальное – это не наше. Однако остальное также требовало срочного ремонта. Подвал дома оказался полностью затоплен водой. Настоящий водопад обнаружила и наша съемочная группа, когда прибыла на место событий. Вместе с тем затопило и старое бомбоубежище, которое прежняя управляющая компания дома номер 7 Поржевской по-прежнему использует под свои хозяйственные нужды и держит закрытым. Однако попытки жильцов достучаться до сотрудников обслуживающей организации, офис которой располагается в одном из подъездов их дома, оказались безуспешными. Закрыли. А там кто-то есть. Открывайте дверь. Они незаконно складируют там свои вещи. Веники, швабры какие-то, газовые баллоны. Что вообще нельзя хранить? Газовые баллоны. Мы не знаем, пустые они газовые или не пустые. А если взорвется там что-то, там дети у нас гуляют. В отчаянии местные жители вызвали на место событий полицию. Однако и стражам порядка двери сотрудники управляющей организации не открыли. Немного позже приехали представители МЧС России, которые вскрыли бомбоубежище. Отпугиете, если стоите. Когда события вокруг дома номер 7 на Ржевской закрутились со стремительной силой, ситуацию начали комментировать ответственные лица. Первой откликнулась Тверская генерация. Аварийная бригада выехала на место. Обнаружила, что в подвале жилого дома повреждение на трассе холодного водоснабжения после боя. Иными словами, Тверская генерация на своих трубах утечку устранила. Однако внутри домовые сети должны обслуживаться управляющей компанией, которой, как оказалось у жильцов дома номер 7 на Ржевской, нет. Старая обслуживающая организация обанкротилась, а новую горожане не выбрали. Словом, жители остались со своей бедой один на один. Однако, когда в ситуации начал разбираться наш телеканал, дело, кажется, сдвинулось с мёртвой точки. Была проведена беседа. Вызвали оперативно и управляющую компанию, которая окажет содействие на данном доме. В настоящий момент ведутся уже ремонтные работы по устранению течи. И до конца сегодняшнего дня должны включить и горячее, и холодное водоснабжение. Сдержат ли городские власти своё обещание и поспособствуют ли нормализации ситуации вокруг дома номер 7 на Ржевской, мы расскажем в следующих выпусках новостей. Однако справедливость ради отметим. Дабы подобных историй больше не случалось, жильцам многострадальной трёхэтажки следует поскорее мобилизоваться и определиться с формой управления своим домом. В противном случае, при следующем коммунальном ЧП, они вновь могут не найти ответственных за его ликвидацию.